Здравствуйте! Жизнь в кредит. О такой теме мы поговорим с вами сегодня. Новые экономические условия заставляют нас обратиться к ревизии своих действий и потребностей. Сегодня практически все слои населения берут займы и даже не задумываются о возможных последствиях. Так как что это жить в кредит? Гениальное изобретение. Быстрое получение желаемого в заведомо невыгодных условиях. Вернее, не так. С абсолютной выгодой и отсутствием риска для кредитора. Риски есть у того, кто берет кредит. Сама история кредитов и жизни в долг была свойственна российской аристократии. Этакая принадлежность к клубу. Но в литературе мы видим множество примеров печальных судеб. Раньше история кредита имела отрицательную окраску. Сегодня она стала всеобщей. Жизнь в кредитах позволяет улучшать материальное благосостояние, достигать цели, но приводит нас к зависимости. Мы теряем бдительность, природную осторожность. Хотя кто-то говорит о том, что это умение планировать свои расходы, расставлять приоритеты. И все бы так. Но наш русский менталитет не позволяет жить планомерно. Если уж мы гуляем, то, как правило, на полную катушку. Мы бросаемся, сломя голову в омут и в надежде на авось как-нибудь разобраться. А еще убеждены до сих пор, что лучше маленький огородик, но свой. Такой приоритет будет в нас еще долго. Хотя современная история подсаживания на кредиты стремительно меняет наш облик. Доступность и кредитная распущенность, например, ограничила возможности развития рынка социального жилья в регионе. Но спровоцировала строительный бум комфортного. Быстрые деньги. Лоск и роскошь. Кстати, раньше по машине можно было сказать о благосостоянии владельца. А теперь не разберешь, кто богат, а кто просто взял в кредит, купил роскошную вещь и отказывает себе в еде. Вот у нас в области столько стало внедорожников класса люкс, что грех жаловаться. Или это потому, что дороги такие? Система кредитования позволила нам мечтать о большем. Безусловно, кредит дал возможность для развития бизнеса. Но есть и другая сторона. Берем в кредит, прекратив брать друг у друга в долг. Исключаем человеческие отношения. Виртуальность кредитного обязательства словно игра. Мы просто подписываем бумажку, иногда не читая, и берем у банкомата деньги. Обезличенный процесс. Никакой неловкости. Рассмотрим вопрос с другой точки зрения. Посмотрите, кто ездит в наши непроходимые леса без признаков цивилизации. Крайне состоятельные люди, которые начинают ценить настоящее. Правда, иногда уже поздно. А мы с вами ходим по богатству, можем себе позволить есть качественные, настоящие продукты, любоваться неповторимыми пейзажами и общаться вживую. Но при этом стремительно берем кредиты на совершенно ненужные вещи. Кстати, во многих элитных ресторанах сегодня нет Wi-Fi. Да, там так и написано. Да, у нас нет Wi-Fi. Общайтесь. Обучение финансовой грамотности, умению планировать, совершенно снижает риски. Все это знают. И немногие делают. Но все же блеск рекламных сюжетов зачастую рулит нашей жизнью. Мы не замечаем подмены понятий «иметь» и «быть». У тебя есть такой шампунь? О, значит, у тебя нет перхоти. Или если ты, например, ездишь на Porsche, то ты крутой. Вовсе нет. Знаю одного адмирала, который ездит на работу на велосипеде. Иметь не значит быть. Во-первых, быть, а потом уж иметь или нет. Недавно в соцсетях я натолкнулась на интересную мысль. У одной пары спросили, как они смогли прожить долгую семейную жизнь. Ответ был прост. Мы жили в то время, когда сломанные вещи ремонтировали, а не выкидывали. А сегодня мы живем стремительно. Кто-то меняет холодильники, машины, телевизор, зубы, позволяет себе отдыхать на Бали. Мы стали жить красиво, вкладываемся в здоровье, красоту и наслаждение жизнью. Система кредитования породила монстра коллекторов, перекупающих долги. Что это, как не пропаганда, насилие? Но с другой стороны, это плата за безответственность. Сломанные судьбы от жизни в кредит. Но есть и другая сторона. Кредитное обязательство учит внимательному отношению. Наши поручители всегда помнят о нас, беспокоятся о нашем здравии. Жизнь в кредит – это не только финансовая история. Кредит доверия – самый ценный, уникальный и хрупкий. Стоит только раз ударить собаку палкой, и она всю жизнь будет подходить к вам на согнутых лапах. Это тот кредит, который вам отдают просто так, но который возвращается доверием и добрым отношениям. Кредитная история – это история аванса. Например, в храме мы просим прощения и благословения в кредит. Кстати, в большинстве случаев мы получаем. Почти потому, что дается не то, что хочется, а то, что надо. Будьте бдительными, грамотно планируйте свои обязательства, достигайте поставленных целей. Благодарю. Редактор субтитров А.Семкин